Мы собрались по попросту застройки территории, которая ограничена улицами Чернышевская, Болгоградское водохранилище, Большая Садовая и Ротонда. Не так давно была выглашена официальная концепция развития этой территории дальнейшей застройки, которая предполагает развитие ее в направлении культурно-делового назначения. Причем часть застройки у нас сохраняется, жилая часть предполагается, так скажем, к дальнейшему развитию, в том числе и промышленной территории. В соответствии с действующим генеральным планом, утвержденным решением Саратовской Думы 27 декабря 2022 года, территория, про которую мы сейчас говорим, расположена в функциональных зонах, зоне-зоне зеленых разъединенных территорий, зоне специализированной общественной застройки, немножко национальной общественной деловой зоне, зоне отдыха и зоне транспортной инфраструктуры. Все это рекоменцирует действующим законодательством в рамках земельного кодекса СССР 6.012, как раз и производится изъятие земельного участка, и при принятии решения комплекса на развитие территории, либо правительства Саратовской области, либо муниципального образования города Саратов, принимается решение комплекса на развитие территории. В дальнейшем производится независимая оценка имущества. Собственниками направляется предложение и проект соглашения. Ну и в случае, если собственник не устраивает данное предложение, то в судебном порядке земельный участок изъявляется. Так, значит, вы начали с того, что в соответствии с утвержденной здесь и порядком использования земли у нас Ж1-Ж2. Правильно? Ж1-1. Все, Ж1-1. Значит, на сегодняшний день никаких изменений нет. И вам получается, на сегодняшний день ничего не мешает заседать, планировать концепции. И, как вы совершенно правильно сказали, вот это вот нарисовал архитекты. Дело в том, что мы по интернету смотрели, это в чистом виде. Картинка, взятая из интернета. Для того, чтобы что-то строить, что-то ломать, для того, чтобы что-то утверждать. Ну, как минимум, под любой серьезный проект, если это проект, а не прожект. Просто так или отводящий вот в сторону картинка. Должно быть какое-то техническое обоснование. Ну, господа хорошие, значит, должен быть просчет. Сколько это стоит? Кто сюда придет? Как будет вот эта вот взлетная, вот эта вот посадочная полоса круглая, она, кстати, прямо на нашем доме стоит. Поэтому меня очень интересует вот это вот космическое сооружение. Кто там вообще будет? Что там будет? Для чего это надо? Кто там в этом городе будет, если у нас, извините, забегая там вперед или отвлекаясь от этой темы, вообще бизнес куда-то бежит. Но нас сейчас в красную зону внесут, и мы даже продать ничего не сможем. То есть даже если люди какие-то захотят что-то продать и избавиться от своего дома, мы даже продать не сможем, потому что ваш проект или прожект окрасит нас в розовый или красный свет. Все. Те, кто хотят уйти, те, кто не хотят уйти, засядут здесь с очень низкой продажной ценой. Вывод я делаю такой то, что, ну вот, кроме вас, те, которые, ну, оппоненты, так скажут, не даются где-то прививать, мы так долго еще не будем разговаривать. И вот просто мы в рамках общественных обсуждений приняли много обращений, в том числе и поддержку. Кроме того, сегодня стоялся, когда зашили градостроительный совет, на котором, в принципе, эту концепцию единогласно поддержали как основу. Вот на нашу конкретную территорию. Вот здесь сидят люди, которых не устраивает цена, которую им сейчас уже саксельцев услужливо рисует под будущего инвестора. То ли под будущего инвестора, то ли под руководство, которое все вот это вот рисует, изобретает. Не знаю под кого. Я сейчас не обсуждаю мотив действий саксельцев, потому что, ну, как бы, это, может быть, в другом месте придется обсуждать. То есть зачем-то нам сейчас роняют цену, стоимость, в разы, в четыре раза роняют стоимость. Для чего? Чтобы какому-то потенциальному инвестору это было выгодно. Вы на самом деле разберись с ценой, что сейчас у нас происходит. Если она у всех растет, значит она у всех и у нас должна вырасти. И она должна стать разумной. Почему больше они не учитывают? Во-первых, я еще раз повторяю, решение о комплексном развитии еще не принято. Это только конца. Картинка, по сути дела. Мы приняли предложение. Я думаю, что я выражу мнение всех присутствующих, чтобы же там не платили, много вы не заплатите. В Сочи мы не уедем, коттеджи там себе не купим. Поэтому вы должны понять и передать вышестоящему руководству. Мы не уйдем из своих домов. Мы не для этого их строили. Понимаете? Это раз. Это раз. Во-вторых, деньги девать некуда. Идет вообще. Вы забыли, господа хорошие? У меня брат и племянник вернулись с фронта и сказали, а за что? За то, чтобы тебя выкинули на улицу? Вы не доводите. Мне надо страну будоражить. Иначе у нас вообще неприятности тут будут. Не трогайте нас. Стройте вон там себе внизу. Делайте яхты свои, подгоняйте. Оставьте нас в покое. Здесь живут наши дети. Мы за них будем насмерть стоять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот вы скажите, почему вот эти бюджетные деньги весь город будет рад? Все жители до одного поддержат. Если вы скажете, что давайте поменяем вот эти места вот этого аквапарка и так далее, давайте построим водопровод в городе, заменим. Вот почему вы на это не обращаете внимания? Потому что это некрасиво, потому что это не нравится. А вот еще у меня такой вопрос. Хорошо, вот такая у вас огромная большая территория, то есть вот набережная. Там есть очень много заброшенных домов. Сарберес, которая уже совершенно никому не нужна. Там комбикормовый завод и так далее. Но построите вы вот гостиницы, аквапарки там. Вот почему вот у нас такая небольшая территория? Ну не трогайте вы нас. И все. И у вас все будет хорошо. И все жители у вас будут довольны. А как раз вот эти деньги, которые вы сэкономите, вы вложите в водопровод. И все, что и балета. Еще раз повторяю, то что решение не принято, который раз я повторю. И Саратова вам вспомнит сразу все. И Ленинский, и Кировский, и все, что угодно, где ничего нет. Голые стены, асфальт, ни одного дерева не растет. Вы у нас деревья собираетесь там пилить, у нас сады. Вам сразу вспомнят все. Им плевать будет на нас. Они свое начнут проталкивать. Почему для вас, жителей города Саратова, это просто спины, на которые вы встаете, это барьер ваш прыжка в Москву. Всех до одного. Почему? Деньги, инвесторы. Ну хоть что-нибудь, хоть один сделать. Вот Столыпину памятник поставили, он заслужил. Вы-то все. Ну вас ни однорум, невозможно ни министра, ни губернатора. Вот просто словом добрым помянуть. Хоть что-то сделайте один. Для людей. Для людей на самом деле. А не для красивого космодрома. На каком основании частный инвестор будет нас через суд выселять из наших домов? Я понимаю, придет Шальбой и скажет, ребят, здесь федеральная дорога, она необходима. Да. А вы-то причем здесь частный инвестор, который будет с нами судиться? Частный инвестор приходит и спрашивает. Вы хотите? Мы вот это вам дадим. А не судиться с нами и выбрасывать нас из наших домов.